В сентябре Тверская область принимает участие в трех международных туристских мероприятиях в их числе и 25-й международный форум-выставка «Отдых лёжа-2019», который состоялся в экспо-центре в Москве, где Тверской регион презентовал свой потенциал. На выставке побывала и наша съемочная группа. Продвижение туристического потенциала региона на российском и международном уровне – задача, поставленная губернатором Игорем Рудений. Участие Тверской области в крупных выставках – это один из наиболее эффективных инструментов для достижения такой цели. Международный форум-выставка по туризму «Отдых лёжа-2019» объединил представителей более 330 городов России и 66 зарубежных стран. Торжественное открытие мероприятия состоялось в экспо-центре. В этом году главный акцент был сделан прежде всего на туризме культурном и развитии музейной отрасли. Я рада вас приветствовать здесь на открытии главной туристской выставки каждой российской туристской осени на выставке «Отдых» от имени Министерства культуры Российской Федерации. Культурный туризм выбирает 80% из всех зарубежных туристов. 80, друзья мои, не бойся. И половина всех российских туристов, путешествующих по стране, путешествуют маршрутами культурного туризма, а значит, музейными маршрутами. Также особое внимание было уделено объектам размещения, гостиницам, базам отдыха и, конечно же, объектам посещения. То, ради чего туристы, собственно, и едут в Тверскую область. Государственные и частные музеи, новые достопримечательности и маршруты. Также представлено муниципальное образование Тверской области и, безусловно, представлены туроператоры, которые предлагают маршруты. Маршруты, прежде всего, одни из самых популярных в Тверской области – это культурная. И, прежде всего, наш проект в этом году мы представляем – это маршрут Государева дорога. В этом году, кроме представителей туру индустрии, выставки приняли участие студенты Тверского колледжа сервиса и туризма, который с 2018 года стал учреждением под ведомственным профильному министерству. Теперь у ребят есть уникальная возможность не только в теории, но и на практике максимально погрузиться в выбранную отрасль. Мы в большей степени не готовим ательеров, а представляем свою площадку для обучения. В частности, мы непосредственно взаимодействуем с Российской гостиничной ассоциацией, которая активно участвует в обучении сотрудников гостиничной сферы в различных направлениях. Важно не только привлечь внимание туриста к маршруту или достопримечательности, но и интересно рассказать об этом. Сегодня искусство проведения экскурсии обучают на самом серьезном уровне. Создан фондом у нас Центр образ «Дети Ставицы». И там занимаются несколько направлений. И я, шести пластиками начиная, уже занимаюсь подготовкой юных экскурсоводов для Ставицы. Я стараюсь, чтобы они работали самостоятельно, находили свои темы. С началом нового учебного года на первый план вышел еще один вид туризма, который с каждым годом становится все более востребованным. Это детский и школьный туризм. На региональном уровне этому направлению уже оказывается серьезная поддержка. Нам было очень важно подчеркнуть, что мы хотим закрепить экскурсии и туристические поездки именно для ребятишек, для школьников, которые по территории Тверской области. Путешествия – это тверские компании, могут на это претендовать, операторы, участники туристической деятельности. И нам развивает туризм, развивает экскурсии, мы, конечно, развиваем культуру и пропагандируем культуру на территории нашего региона. В Тверском регионе уже есть агентство, которое специализируется именно на этом направлении. Мы очень любим наших тверских детей. Все основные программы у нас для них. Мы уже 15 лет работаем, и именно основываясь на том, что интересно нашим тверским детям. А наши тверские дети очень любят на самом деле путешествовать по Тверской области. Ну и, конечно, особого внимания заслуживают музеи Тверского региона, которые по час оказываются удивительным открытием для туристов и во многом существуют благодаря энтузиазму его сотрудников, настоящих фанатов своего дела. За 30 лет музей уже собрал больше 80 тысяч единиц фондовых предметов. Плюс у нас 11 объектов, 7 из них действующих. И, конечно же, огромная гордость нашего музея – это гостиница «Пожарский», которая входит именно в ту самую государевую дорогу. Почему представили ли мы именно эти игрушки, ватные игрушки? Потому что у них тоже есть замечательная история. Мы знаем то, что именно наш музей только делает ватные игрушки. Вот перед вами видите, дуняша, она такая с коньками, она достаточно легкая. И чем замечательны ватные игрушки, то, что вы можете их сделать, а потом передавать их из поколения в поколение. На стенде Тверской области было представлено немало достопримечательностей и туристических маршрутов Верхневолжья, которые стали бесспорно интересны тем, кто только начинает свое знакомство с нашим регионом. Впереди еще крупнейшая международная туристическая выставка на северо-западе России «Инвитекс СИЗ Тревел Марк 2019», где в деловой программе Тверская область также представит свои возможности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Инвитекс СИЗ Тревел Марк»